С улиц города стали массово исчезать автомобили. В Магнитке возобновилась эвакуация неправильно припаркованных машин. Где искать свой транспорт и в какую сумму обойдется его временное хранилище на спецплощадке, узнавала Ольга Сухоплюева. В 10 часов утра автобусная остановка около поликлиники по Советской переполнена припаркованными автомобилями. Иван оставил здесь свою намарку буквально на полчаса. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков. Вернулся от врача, а машины и след простыл. Мне стало плохо, закружилась голова. Я сюда приехал, мест не было, остановился здесь. Пришли и? Автомобиля нет. Инспектор объяснил, что увезли на штрафстоянку. В Магнитогорске возобновили массовую эвакуацию автомобилей. Долгое время в городе не было организации, которая осуществляла данную деятельность. Машины забирали лишь за грубые нарушения водителей, например, за езду в пьяном виде. Теперь транспорт задерживают за управление машиной без прав или остановку в неположенном месте, а также, если у авто неисправна тормозная система. Если вы приехали и видите, что ваша машина еще не эвакуирована, то есть эвакуатор не тронулся с места, то вы можете попросить, имейте все основания попросить машину вашу оставить. Естественно, административное взыскание на вас будет наложено, но машину на штрафную стоянку не увезут. Автомобили забирает челябинская фирма, которая выиграла конкурс. Ее представители совместно с сотрудниками ГИБДД приступили к работе месяц назад. На сегодняшний день эвакуация проходит. При сотрудниках ГИБДД поступает заявка, выходят машины, забирают которые указаны согласно протоколу. При изъятии машины сотрудник ГИБДД фиксирует машину со всех сторон на видео. Архив достаточно длинный остается и большой, поэтому каких-либо повреждений, это все можно протестовать в суде без вопросов. Помимо штрафов, полторы тысячи водитель заплатит за стоянку 49 рублей за час, а также 1900 за работу эвакуатора. Спецплощадка расположена по адресу улицы Калмыкова, 222. В настоящее время здесь находятся около 30 эвакуированных автомобилей.